Поляк недоволен. Правительство Боровецкого хотело послать польских военных на Украину. Внимание, типа на обучение. А вот как все обстоит на самом деле. Время обучения солдата, который впервые встречается с подобным вооружением, это приблизительно год времени. А как обучение происходит на фронте? Никак. Нет там обучения. И первое, что приходит в голову в польском генеральном штабе, это отправить в танки с леопард польских военнослужащих. Такое вот вовлечение больше в войну. Буквально впихивание. Впихивание. Он говорит, потому что есть два уровня решения задачи, которые НАТО ставит при собой, считая, что еще можно активизировать войну против России руками Украины дальше. Это поставить оружие с леопарда в частности, а дальше сделать так, чтобы это оружие стреляло, чтобы оно участвовало в боевых действиях. Но для того, чтобы украинских солдат, у которых на вооружении не было таких видов оружия, обучить потребуются месяцы. Поэтому не факт, что у Украины есть такое количество времени. А если они почувствуют, что его точно нет, тогда это единственный способ заставить танки участвовать в военных операциях, чтобы там сидели люди, обученные уже. И то, что они могут быть ребятами, прошедшими курс подготовки не в украинской, а в польской армии, это вполне возможная вещь. Но на сегодняшний день украинская армия переживает огромный кадровый голос. И в связи с этим уже на Западной Украине идет массовая мобилизация. Я хочу показать вам карту. Карту, извините за такое слово, облав в городе Львове. Там стоят посты, это выезды из города Львов. На выездах просто всех мужчин хватают, выкидывают из машин, сажают в рафики, и они уезжают сразу на, так сказать, подготовительные болты. И никто не спрашивает вообще, вводен ты, не вводен в военные службы и так далее. Но есть ли такая история? И дальше будет продолжаться? Может ли начаться некий социальный взрыв на Западной Украине? И как на него будет реагировать Дерянск? Ну, во-первых, по качеству тех, кого призывают таким способом. Еще раз повторяю, для того, чтобы современную воинскую специальность получить, даже если ты строевой подготовкой не занимаешься, не ходишь в наряды, не готовишь обеды, нужно время. Я сам получал военную специальность в последние годы существования Советского Союза в советскарме в войсках ПВО. Ушло больше года для того, чтобы я по-настоящему этой специальностью овладел. Ясно, что это касается и украинских ребят, которых призывают сегодня в армию. Им нужно владеть этими специальностями. Поэтому качество такого контингента военного, оно, не бог весть, какое-то, не значит, что нам у нас все пойдет легко и гладко. По некоторым экспертным оценкам, мобилизационный потенциал Дерянского, то есть тех, кто может загнать в армию вот такими способами, как на Западной Украине, от полумиллиона до миллиона человек. Это большая цифра. Да, это будут плохие вояки, но, тем не менее, могут поставить заграны отряды и заставят их идти на штурм. Вот такое свободное вещание на 3 МГц. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok